Всех приветствую, мои родные и любимые сердцу, мои дорогие христолюбчики, братцы и сестры во Христе и все люди на земле. Всех приветствую, всем желаю всего самого доброго и светлого во все сферы вашей жизни. Мы с вами продолжаем цикл моих видео, проповедей, лекций, как кому угодно о йоге во Христе или йоге глазами христианина, в частности меня, христолюбца. Все началось, весь этот цикл, благодаря комментарию, в котором Елена задала мне вопрос, как я отношусь к практике йоги и, по моему мнению, могут ли христиане заниматься восточным искусством. Ну и на протяжении всех видео мы отвечаем на эти вопросы. Мы с вами по Википедии, если смотрим, то мы с вами сегодня находимся на четвертой ступени, степени, как высоко взобрались. Это мы сегодня будем с вами изучать, знакомиться с пранаямой. По Википедии мы с вами читаем, что это, ну, либо по всплывающей подсказке на другую статью. Это управление праной с помощью дыхательных упражнений в йоге. Упражнение пранаяма применяется для очистки так называемого тонкого тела. И ради от загрязнения, а также для накопления и преобразования жизненной энергии. Прана упоминается, ну, и там целая статья, мы с вами по Википедии не будем ее читать сегодня. Контроль пранаяма, контроль над праной, жизненной энергией посредством особых дыхательных практик. Покажу вам еще раз мою Excel файлик. То есть мы с вами идем по ступеням или по степеням, как хотите, или по ступенечкам познания йоги. Мы сегодня с вами находимся на четвертой ступеньке пранаяма. Сегодня с вами ее пройдем. И мы с вами переходим на сайт Традиция Надхов, подобную ознакомительную страницу, как на Википедии. И уже дальше будем знакомиться по ней. От Википедии, как я сказал, мы потихоньку отошли. Уже более глубокие статьи будем прям, так скажем, изучать с первоисточника. Давайте здесь сначала общую прочитаем еще раз. Пранаяма. Пранаяма или продление, увеличение способностей жизненной энергии праны. Результаты пранаямы обретаются через работу с дыханием. Существует около 10 основных практик. Ну и переходим на саму страницу словаря и смотрим, что же такое пранаяма. В санскритском прана – дыхание, жизнь, энергия жизни. А яма – неограниченность, растягивание, контроль, остановка, задержка. Итоговое значение – слияние принципа формы с бесформенным, движение в недвижимом, множество в едином, энергии с сознанием. Подобные практики используются для раскрытия сознания и наоборот. Посредством сознания увеличивается энергетический уровень. Техника сознательного управления дыханием, включающая в себя систему дыхательных упражнений или же растягивания времени, вдоха, пурака и выдоха, речака и задержки между ними кумбхака. Можно также сказать, что под пранаямой подразумевается трансформация жизненной энергии и ее грубого состояния в более тонкое, что позволяет перенести сознание на качественно более высокий уровень функционирования. Поток выдыхаемого воздуха и уровень сознания взаимосвязаны. То есть поток выдыхаемого воздуха и уровень сознания взаимосвязаны. Это мы с вами читаем на сайте «Традиция надхов». Например, дыхание, которое в процессе выдоха выходит из ноздри до верхней губы, является критерием того, что у человека сознание йога и очень высокий уровень осознанности. То есть еще раз, йога утверждает, что дыхание, которое в процессе выдоха из ноздри до верхней губы доходит, является критерием того, что у человека сознание йога и очень высокий уровень осознанности. Он может контролировать свой ум. Если дыхание доходит до области горла, то у человека сознание философа. Если дыхание доходит еще ниже, сознание более грубое. Таким образом измеряется уровень контроля праны, то есть энергии и ума. Эти уровни связаны с татвами, поэтому рекомендую при дыхании визуализировать световые точки с оттенком той или иной татвы. То есть при дыхании надо еще и визуализировать световые точки с оттенком той или иной татвы. Работа с дыхательным рефлексом – одно из самых распространенных в хатха-йоге и тантре средств, помогающие осознавать энергию прану и в какой-то степени управлять ею. Многие сверхспособности, ситхи, которые развивают йоги в процессе сатхханы, часто открываются посредством пранаямы. Это своеобразное соединительное звено между хатха-йогой и раджа-йогой. Когда практикующий проводит обряд почитания божеств – пуджу, то правила чтения текстов и мантр предполагают такую их рецитацию, при которой мантры читаются на выходе, на выдохе, на одном дыхании, что автоматически включает состояние пранаямы. В пуджах часто применяется нади-шотхана пранаяма, которая очищает энергетические каналы и помогает энергетически очиститься перед ее выполнением. Такая пранаяма в основном используется в тантризме, так как, в отличие от йоги, в тантре психофизическое очищение дополнительно достигается через непростые формы поклонения божеству. Через непростые формы поклонения божеству. О поклонении божеству, вы помните, мы с вами уже разговаривали. Пранаяма также помогает достичь цели раджа-йоги посредством прананиродхи, пранасамародхи или пранасамаямы и обрести самадхи, то есть разные пранические практики. Ведь прана и чита взаимосвязаны. Чита – это сознание, субстанция, где записаны мысленные впечатления и опыт человека, вместо пребывания сознательного, подсознательного и сверхсознательного состояния разума, то, что отражает высшее сознание, духовное сознание. С помощью контроля праны можно научиться контролировать свары, то есть потоки энергии, или прану, исходящую из ноздрей, от чего все ваши действия станут эффективными. Что тут сказать? Вот вы это все прослушали, я для вас все это прочитал. Кому это все вот нужно? То есть уровень моего сознания определяется тем, насколько глубоко или неглубоко я дышу. Но это что такое? Вот эти все дыхательные практики, йогов там, кстати, у монахов есть, у ортодоксальных тоже все это там. Вы помните, мы с вами касались Иисусовой молитвы, и как же она, Раджа, да, или как помните, я уже забыл даже, как название это ее. Могу сейчас посмотреть, если вспомню. Джапа, Джапа, помните, Джапа или Иисусова молитва я назвал. Вот здесь же то же самое, вот эти Джапы, Иисусова молитва, связанные с дыханием. Кто знает, то там именно есть практика, и именно все это, естественно, некоторые философы смеялись над монахами, которые зырят на свой пуп, на пупок, да, на живот, и видят Бога. Вот они тоже там особые позы принимать надо, особое дыхание. Там первую часть Иисусовой молитвы на вдохе, вторую на выдохе говорить, да. Ну, кому вот это все нужно? Вы понимаете, что это, конечно, во все это можно поверить, убедить себя, в какую-то энергию. Вот это все вот очищение какое-то. Ну, что это вот такое? У меня даже, вот видите, я даже сказать, если честно, я не знаю, что. Неужели в этом смысл жизни? Если мы рассмотрим через призму Божьего бытия, любви, свободы и бессмертия, вот эти всякие дыхательные практики в определенных позах, да, на определенных постилочках. Ну, что это мне? Вы вот поговорите с этими йогами, с этими гурами. Ну, что ты вот от этого лучше стал, счастливее ты стал? Ну, если так, то, конечно, с одной стороны, ради Бога, я говорю, в принципе, все эти практики, знаете, с одной стороны, я не против них категорически как к тому, что человек ими занимается, лишь бы никому зла не делал. Да, это уже великое благо. Вы знаете, в одном мультике детства я запомнил такую фразу, там американский мультик по СТС шел, я помню, телеканал, не знаю, сейчас он есть такой, нет. И Арнольд был мультик такой, кто ровесник мой, может, вспомнит и поймет, о чем я говорю. И там они такую фразу сказали, сейчас не буду весь смысл рассказывать. Ну, в общем, он сказал, типа, ты не переживай, у каждого придурка свои радости. Ну, так это было сказано как-то там в тему и правильно. Каждый мается дурью, как хочет. Вот так еще говорят разные, есть цитаты, высказывания, да. Там я говорю, там даже безобидно, это как-то было сказано, у каждого придурка своей радости, в смысле, вот, ну, ну, так вот, да. Каждый там, что-то речь каких-то червей собирал, кто-то там из их друзей, да. Вот. И вот здесь то же самое, знаете. Вот эта вся, ну, дурь, не дурь. Ну, пусть, конечно, занимаются этой практикой дыхательной. Ну, что это даст тебе? Если ты прям действительно счастливым станешь, ну, можешь попрактиковать станешь. Я ни капли не сомневаюсь, что нет. Да, дыхательная практика ничем тебя счастливее не сделает. Это я, конечно, убежден. То, что люди сами себе что-то там внушают, может быть, может быть, якобы, да, фетишируют, экзальтируют, да, визуализируют, вон, что-то там, точки цветные, помимо дыхания. Вот это восхождение. Ну, если ты от этого счастливее действительно становишься, ради бога. Но я сомневаюсь. Я думаю, что все это, ну, я, в смысле, убежден относительно себя, относительно других, я думаю, что все это самовнушение, экзальтации какие-то, фетиширование, почему-то, что они сами себе в голове придумали. Потому что реально у человека есть простые чувства, телесные органы, и, естественно, есть, вот, как они говорят, тоже тонкое там тело. Да, у человека есть душа. Душа, она, видимо, имеет образ. И она через тело получает эти вот взаимоотношения с внешним миром. Она ощущает тоже боль, как говорит, душевная боль. То есть я вижу и страдаю. Когда я сам страдаю, понятно, через плоть проходит. Допустим, кто-то мне боль причиняет. Но если я вижу страдания, я же тоже страдаю, когда кто-то страдает. Но, опять же, это же прошло через мои глаза. Это же тоже часть тела. Я увидел страдания. Всю информацию дух получает через переживание души, которое я что-то чувствую. Ощущает через тело, получает через глаза, через видение, через уши, через слышание, через язык, через вкусовые ощущения, через нос, через обоняние, через руки, ноги и все остальное тело, через тактильные ощущения. Все вот это взаимодействие с внешним миром, через грань вот этого видимого и невидимого мира, который мы называем телом. Неважно, что потом оно одно, сегодня другое, тела меняются, и есть и тело смертное, тело бессмертное, да. Через это тело душа ощущает, через эти ощущения душа чувствует. Это ощущает тело, душа чувствует, душа анализирует плохо. Тело просто, это природа тела, тебя прижгли, тебе больно, тебя погладили, тебе хорошо. И душа это понимает, да, она это чувствует. Все, ум делает вывод, анализатор, и помните, как мы с вами это уже проходили, да, он анализирует то, что к нему поступает, и делает вывод, как к нему поступить самому. Вот и все. И вот эти все, вот эти вот тексты, когда мы читаем с вами, вы читаете, я читаю. И люди, которые практикуют, на самом деле, я говорю, я убежден, потому что, убежден я почему? Потому что я из такой же природы, как вы, и вот как они, которые эти йоги пишут, они такой же, как я. Мы не с луны свалились все, а все здесь на этой земле одинаковые. У нас природа у всех абсолютно одинаковая. Причем, представляете, у мужчин и женщин тоже одинаковая природа, за исключением некоторых внешних временных отличий по плоти. Мы абсолютно одинаковые. Абсолютно. Поэтому, конечно же, никаких этих каких-то внутренних органов, как говорят, еще чего-то, какой-то там чакры с чем-то невидимым, соединяемым. И заметьте все вот эти расплывчатые фразы там. Я уж молчу про то, что вообще, кто вдастся в йогу, будучи не человеком Востока, не знающим родного языка, откуда все это пошло, ему будет тяжело все это изучать. Ему много придется выучить этих слов непереведенных. Потом, даже когда он выучит и поймет их переводы, и даже если он будет спокойно читать эти тексты, и быстро у него в голове будет ассоциация этих переведенных слов, то, ну, во-первых, кто их как перевел, то ли он перевел, что хотел сказать тот, кто говорил на родном языке. В оконцовке все это очень, вот эти все, когда начинают, я говорю, вот эти вот учения, призывы к экзальтациям, к каким-то чувствам, энергетикам. Да, понятно, чтобы что-то узнать, надо пойти и попробовать, да. Но я вот пробовал в своей жизни, ничего это не давало, ничего вам не открывалось. И вы знаете, если бы это Бог не сделал людей, что-то такого не давал человеку, чего бы он не мог достичь, да. Вот когда мы с вами читаем Евангелие, и вот христиане, которые избирают евангельский и святой путь восхождения в небесное царство, они вот читают Евангелие, настоящие христиане, и видят простоту жизни, простоту жизни Бога, пришедшего во плоти. Он не говорил и не давал каких-то заповедей, которых кто-то не может достичь. Не творить зло может каждый, творить добро может тоже каждый, нужен только желание, вот и все. Он не давал никаких каких-то внешних, сложных, несложных обрядов, как мы с вами уже читали, что есть какие-то вообще супер там мантры, помню, что там их выучить целая проблема. Мы с вами уже много чего почитали, посмотрели. Конечно же, вот сейчас перехожу уже на христианство, да, вот я как христианин смотрю на это все, хоть и через 10 лет, хоть я, как я вам сказал, 10 лет назад я точно так же на это смотрел. Сравните это с Евангелием, с жизнеучением с Христа. Насколько там все просто, насколько все понятно, насколько описана жизнь Иисуса, которая простая и понятна. Люби ближнего, люби Божье творение, будь радостен, мирен, кроток и смирен. Вот она жизнь. И получать жизни удовольствия, сколько тебе Бог попускает, ибо Бог и создал тебя для радости жизни. Причем всем тем, что ты имеешь, видимо и явно, и какими-то тайными учениями, что тебе нужен какой-то гуру. Тебе разве гуру должен учить, как дышать, как получать, вернее, удовольствие от запахов, от вкусовых, если... Да, есть люди, Господь так попустил, мы в разные тела перерождаемся, рождаемся, чтобы пройти какую-то определенную школу жизни. Как я сказал, казалось бы, что всем все доступно. Да, есть люди с увечьями. Опять же, это временно все, да. И мы же не знаем, почему человек этот проходит эту школу жизни. Ну, или можем догадаться, да. Что, наверное, не просто так он в этой жизни, такую школу жизни проходит. А так-то, опять же, на его-то уровне, да, пусть у него ног нет или рук, или пусть он глухой, немой, и люди есть, да. Но это же одна короткая жизнь. В другой жизни он познает опыты слуха и слышания, и получения удовольствия через слух и через зрение, да. Тем более, когда мы с вами живем через столько тысяч лет сотворения, от сотворения мира. То есть, уже не раз побывав на этой земле, просто мы разные классы проходим. А так все и так понятно. И разве мне нужно учить меня получить удовольствие от зрения, от наслаждения того, что я вижу какие-то красоты, красивый человек, красивое животное, красивую природу? Разве мне надо учить получать удовольствие от слуха, когда я слышу приятную, добрую речь, красивые песни, пение птиц, шум прибоя? Разве мне надо этому учить? Заметьте, все вот где вот эти вот какие-то тайные учения, какие-то, да, понятно, христианский путь – это тоже путь, это тоже лестница, но она понятна и простая. Мы единственное, просто учимся, и там не так это просто, да. Вот, и это все, и в принципе, ты учишься в том плане, в плане опыта, потому что ты это все знал как будто от начала. Кто настоящий христианин и вообще столкнулся с жизнью и учением Иисуса Христа? Тут, знаете, когда читал его первый раз, я думал, что у всех были похожие мысли. Я же все это знал, я же он и есть. Все, вот я так должен был жить. Это нормально, что так надо жить в любви к Божьему творению, в радости жизни, довольству тем, что есть, да. Это все нормально. Евангелие, оно просто, вот эта вот простота лишний раз свидетельствует о его истинности и божественности. Да, вот эти вот какие-то неведомые все фибры, там они с чем-то там соединяются, что дыхание. Как я буду оценивать, Иисус сказал и всем известная фраза, и йог наверняка не сможет это и не будет это отвергать, что дерево познается по плодам, человек по делам. Ну, как я подойду, я как вот буду измерять дыхание этого йога, что ли, чтобы понять, насколько он вон глубокий философ или достиг просветления? Само себе. Вы знаете, мне, чтобы самому себя оценить, насколько я достиг просветления, сознания, это не как с моим дыханием, не связано, дышу ли я до губы, до горла или до пупа. Это говорит о том, насколько я познал мироздание своим умом, насколько я, познав это мироздание, истины Божьи, любовь, свобода, бессмертие, радость, мир, кровь, смертный, стал совершенным в этих добродетелях, в этих свойствах человеческой природы, которая является образом подобия природы самого Бога. А оценивать свое сознание по тому, насколько ты глубоко вдохнул или выдохнул, вам не кажется, что это глупость на самом деле? Я другого даже слова найти не могу. Мне так не то, что кажется, а я так убежден и так думаю. Очередная сегодняшняя ступень. Как видите, чем выше идем, тем мне сказать нечего. Вы, я думаю, в последнем ролике уже удивлены-то, не будете, многие поймут, к чему я клоню, что ступени христианства, йоги, когда я с вами говорю, мне было смешно, когда меня все время в йоге пытались тоже уличить, что я йог там какой-то. Люди просто ничего не понимают. Я очень часто сталкивался. Основная масса, кто меня сует, это просто люди невежды. Как бы сейчас это им обидно не звучало. Путь христианина и пусть йога – это абсолютно противоположные пути. Да, пересечение всех этих, знаете, как набросали, одному человеку, другой человек, хотите, Бог надавал красок, кисточек, рисунок. Он из тех же кистей, на том же полотне, из тех же красок рисует свое. Этот рисует свое. Вещи одни и те же, ситуация одна и та же. Но получается разная. И, конечно же, я вам в последнем ролике, сейчас уже готовлю, покажу, что это пути абсолютно, казалось бы, с одних и тех же кубиков сложно, но пути абсолютно противоположные. И то, что в йоге якобы является началом и концом, то в христианстве наоборот совершенно. Ну, сейчас не хочу приоткрывать тайны. То есть мы это с вами обязательно посмотрим. Путь христианина и путь йога. Это ценность вот этих вот кубиков на всей этой лестнице, ценность прямо противоположная их. Мы же видим, вот мы с вами идем по лестнице. Я первые ступени с большей радостью изучал, где было о нетворении зла, о добродетели. Мы с вами сколько читали о благодетельстве, помощи, любви, нестяжательстве, простоте жизни, благотворительности. И чем дальше вот это идем, якобы по ступеньке восходим, йоги выше, тем мне ничего сказать-то нечего. Кому это все нужно? Кому? Я буду в вечности вот это все дышать там, да. Что мне это даст? Кому от этого пользы? И опять я рабом становлюсь каких-то, каких-то упражнений, каких-то мировоззрений. Мне туда надо вникать в эти дыхания. Я сам себя оцениваю по дыханию, свое сознание. Ну, это же бред. Так что вот так вот. Что я могу сказать, закончив видео, ответив концентрированно на вопросы Елены, да. Как я отношусь к такой практике? К практике пранаямы я отношусь отрицательно. Все эти дыхательные всякие упражнения, на этом вообще не то, что даже зацикленность, даже вообще вникание в это, практику этого, естественно, я не отношусь отрицательно. Да, фетиширование потом, дальнейшее у тебя будет, зомбирование уже, рабом ты будешь становиться этих практик. Будь свободен, будь счастлив. От твоих практик дыхания ни ты, ни люди вокруг тебя, ни мироздания, животных, природы, она счастливее и радостнее не станет. Ну, естественно, можно догадаться, рекомендую ли я христианам практику такой йоги. Конечно, нет. Я рекомендую всем христианам настоятельно обрести и познать истину, которая в любви ко всему Божьему творению, которая проявляется в добрых делах. Да, если я люблю и убиваю и пожираю, или стираю кожу, это никакая не любовь, в радости жизни, в мире души, в кротости, в смирении, в терпении, уповании на Бога. Ну, вот она истина, простота и счастье жизни. Так что вот так вот. На этом у меня все. До встречи в следующем ролике. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok